Музыка Иногда возникает необходимость перепривить взрослое дерево. Это бывает, если дерево не отвечает вашим требованиям, поменять сорт или размножить быстро высокоценный сорт. Тогда в крону малоценного дерева прививают черенки, почки хорошего привоя. Прививка производится остро отточенным ножом. После двух-трех прививок нож, как правило, правит. Нож должен быть чистым. Это хирургическая операция. Внесение инфекции в рану гарантия не успевает. Для прививки используются черенки, заготовленные в декабре месяцей, которые хранятся в холодильнике при температуре 0,3 градуса, при влажности 98%. Этот черенок, эти почки непригодны. Потому что они слабо развитые. И результата здесь хорошего ждать не приходится. Поэтому черенок мы отбраковываем. Вот этот черенок имеет хорошо развитые почки. И тут мы можем ждать хорошего результата. Прививка производится следующим образом. на подвое. Удаляются лишние побеги. И делается срез под корой. Нож идет по слою камня. Пока оставляется на месте. Язычок оставляется на месте. Подбирается глазок. Соответственно, вот этот глазок нам нравится. Он хорошо выражен. Ну, таким движением. Не спеша. Опа. Извиняюсь. Начайте. Снимается черенок с небольшим количеством древесин. Дальше. Язычок частично удаляется. И древой помещается на место. На постоянное место. Обвязка производится черным материалом. Почему именно черным? Мы знаем, что черный цвет он притягивает инфракрасные лучи. И мы знаем, что орех для того, чтобы у него нормально образовался калус. Орех это южное растение. Мы знаем, что высокая температура в пределах 25-28 градусов. Если мы будем подвязывать пленкой полиэтиленовым или белым материалом, температура будет ниже и результаты будут значительно ниже. Подвязка производится таким образом, чтобы весь раневой срез был прикрыт. почка остается неприкрытой. Через месяц мы придем сюда и посмотрим на результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова